Почти две недели все институты Казанского федерального университета удивляли зрителей и членов жюри яркими концертными программами на сцене культурно-спортивного комплекса «Уникс». 14 октября свои таланты продемонстрировали студенты двух институтов – Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии и Института филологии и межкультурной коммуникации. Лейтмотивом выступления инженеров стала философская история с элементами антиутопии. По мнению артистов в мире все закономерно. Хорошие люди могут делать плохие дела и наоборот, ведь разделение на черное и белое невозможно. Примечательно, что первокурсники, которые только недавно закончили школу, показали все свое творческое мастерство перед зрителями, репетируя при этом всего месяц. В их программу вошли выступления пластичного театра и театра мод. Я взбудоражен, надеюсь, ребята тоже, потому что им нужно, у них сложная роль стоит. Некоторые играют только отрицательные эмоции, некоторые должны играть только положительные эмоции и больше никак. То есть положительным героям нельзя играть отрицательные эмоции. Злость, ненависть, у них должны только вопросительные, допустим, это максимум. У отрицательных они должны играть положительные эмоции, но будет переломный момент, вы поймете. Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации разыграли комедийный сюжет, в основу которого легла история про писателя и его творческий путь. Вокально-инструментальный ансамбль «Муншайн» с песней «Визави» добавил антуражи спектаклю. В течение всего представления главный герой со своими друзьями стремился достичь апогея в своей творческой карьере. В итоге ребята пришли к выводу, что творчество есть путь, а не цель. И после покорения очередной вершины на горизонте всегда появится новое. Репетировали с начала сентября, провели отбор, отобрали самых лучших первокурсников, естественно. И вот на протяжении месяца, даже чуть больше, мы в полную силу тренируемся в ИФМК. Пусть пока ответов нет, но если мое тело храм, я больше его не предам. А через эти трещины однажды будет литься свет. В самый последний день фестиваля 13 октября выступят Елабужский и Набережно-Челнинский институты Казанского федерального университета. Трансляции предыдущих концертов можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте Универ ТВ. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok